Так, посоветуйте, как усмирять гнев. Джезаку Мулаху Хайрон за вопрос, но смотрите. Первое, что хочется по этому поводу сказать, то, что не надо злиться по мелочам. Понятно, что бывают веские поводы, но некоторые-то из-за пустяков вскипают. Чуть что сразу. Непродуктивно так разговаривать, некрасиво вообще, отталкивает. С полоборота заводится. Если реально у тебя веский повод, чтобы погневаться, то погневайся. А вообще, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, когда бывало, что он на какую-то из своих жен сердится, это знаете, как выражалось? Он был просто слегка расстроен. Но ни на одну из своих жен он руки не поднимал ни разу. Он сказал, Лучше из вас те, кто лучше всех относится к своим женам. Я лучше всех отношусь к своим женам. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, не гневался. И что он советовал тем, кто в гневе? Если стоишь, то сядь. Если гнев не проходит, ляг. Так, если полежал, и гнев не прошел, иди тахарат возьми. Успокойся, проветри голову. Вот когда ты злишься, хорошо бы знаете, что сделать. И у меня бывает такое, что я злюсь. Бывает, бывает это в браке. Но когда ты злишься, шайтан становится третьим из вас. Так что не злись. Бывают споры какие-то с женой. Я в таких случаях говорю, с нами сейчас третий шайтан, я пошел. И иду спать. А на утро мы извиняемся. Просто иди спать. Проветри голову. А на утро прощения друг у друга попросить. Эмоции остынут. Трезво посмотришь. А в гневе ни до чего вы не договоритесь. И пожалуйста, не оскорбляйте друг друга. Не говорите друг другу ужасных слов. Знаете, как говорят? Раны от копий. Со временем зарастают. Не остается следа. Но не всегда бесследно исчезают раны, нанесенные языком. Понимаете, да? Если у тебя порез, он зарастет. Но если порез в сердце, когда кто-то оскорбил, он остается в сердце очень долго. Иной раз очень трудно простить. Так что, пожалуйста, следите за языком. Если в гневе, уйдите куда-нибудь. На какое-то время. Разговаривайте, когда спокойный. Успокойтесь. И говорите логично. Эго свое сюда не подключайте. Иншаллах это поможет. Вот смотрите. Муж и женой знаете, что хорошо вместе делать? Регулярно, дома у себя. Делать дуа вместе. Аллаху молиться. Пусть муж становится имамом для жены в намазе. Когда ты из-за чего-то в мечеть не пошел на намаз, с женой почитай. Дуа почитайте. Хадисы вместе читайте. Вместе читайте хадисы. 5-10 минут. И это окажет продолжительный эффект на ваш брак. У вас на первом месте будет Аллах и его посланник. Как и должно быть. Не должно быть главным. Твое эго. Я мужчина. Как сказал, так и будет. А ты меня слушай. Нет, нет. Вместе. И на первое место ставьте Аллаха и его посланника. И тогда жизнь очень приятной станет. Вам понравится. Отношения станут хорошими. Так, это у нас был первый. Если парень с девушкой хотят пожениться, а отец не разрешает в период учебы. Хотя парень думает, что справится. Вам с этим вопросом надо сходить к местному имаму. Вот знаете, как бывает? Родители сквозь пальцы смотрят на внебрачные отношения своего сына. Когда он делает прелюбодеяние. Они знают. Им рассказывают. Отцу или матери. Я сына твоего видел на улице. С девушкой. Или где-нибудь там в кино. Еще где. Родители знают. Они в курсе. Но у них в голове стереотип. 24 нет. Учебу не закончил. Жениться нельзя. Иначе тебя будут осуждать. Не надо так рассуждать. Это же не в интересах сына. Вот посланник Аллаха разрешал жениться и выходить замуж, как только человек достигал полового созревания. А это 11-12. 11-12? Да, 11-12. Я не говорю, жениться в этом возрасте. Но в то время в обществе люди в этом возрасте были уже морально зрелыми. В этом возрасте у них уже были мозги, как у взрослых. Вот в арабских странах семилетние пасет крупный рогатый скот. Семилетние смотрят за несколькими большими полями. Семилетние самостоятельно ходят по магазинам. На базар ходят километров за пять с мешком наперевес. Восьмилетний парень может это делать. Вот когда общество из таких людей состоит, они ответственны. Вот, например, Абдулла, сын Зубейра. У них с сыном разница в возрасте какая была, знаете, всего-навсего 11 лет. Или даже 10 лет. Женился он где-то в 11. Это сподвижник. Кто-то из них женился в 15, в 16, но уж в 18-19 точно женились сподвижники посланника Аллаха. Такое было общество. Я не говорю, что в нашем обществе нужно опустить до этой планки. Но, если твой ребенок прелюбодеяние делает, тебе всерьез задуматься надо. Продолжать сквозь пальцы на это смотреть. Или просто сказать, слушай, сынок. Или дочь, скажи, за кого замуж хочешь. Образование тоже нужно получать. Понятно, что не надо учебу бросать, если женился. Надо быть образованным. Но поговорите с местным имамом. Хорошим имамом. Который посоветует, как лучше разрешить ситуацию. Каждому же не будешь отвечать. Мол, да конечно, женись. Или не женись. Всем подряд одно и то же не будешь же отвечать. Каждая ситуация уникальна. Если дело только в образовании, то я уже ответил. А если в чем-то еще, то действуйте, исходя из вашей ситуации. Объясните, пожалуйста, как по сути жениться? Сколько денег для этого отложить? Чтобы жениться, тебе нужно несколько копеек. Образно говоря. Не несколько уж, но мало. Первонаперво, если ты мужчина, ты должен быть способен позаботиться о своей жене. Ты обязан обеспечивать ее жильем, обеспечивать одеждой, обеспечивать едой. Жилье должно быть нормальным, удобным. Насколько средства позволяют. Не надо требовать больше, чем он может. Не так, что жених в мытищах живет, а жена хочет, чтобы он на рублевке дом купил, где дома по 100 миллионов. Такого быть не должно. Все по возможностям, по средствам. Если у тебя хватает средств в жену содержать, на приемлемом уровне. Если твой доход позволяет это делать, то хорошо. Но кроме этого, надо, чтобы ты еще с ней общался воспитанно. А если у тебя плохой характер, если ты грубый, то надо бы тебе сначала научиться манерам. А если будучи таким, каким женишься, испортишь человеку жизнь. Это касается обоих полов, и сестер, и братьев. Исправь себя. А для этого надо ислам соблюдать. Ислам требует хорошего отношения к жене и мужу. Нельзя вот просто жениться, когда у тебя плохой нрав. До добра это не доведет. Нужно, чтобы ты мог или могла уживаться с человеком. А то, если вы не готовы уживаться с человеком, то брак ваш долго не продлится. В плане денег, к мужчине вот эти три условия. А женщине вообще деньги не нужны, чтобы замуж выйти. Мужчина обеспечивает. Ну и брачный дар. Там уже как вы оба договоритесь. Когда выбираешь мужа или жену, имеешь право спрашивать о прошлом. Смотрите, друзья, у каждого есть грязное прошлое. Стоит копнуть, и найдешь его. Каждый что-нибудь такое делал в жизни, о чем не хочет говорить. Чтоб Аллах эти грехи простил, скажи, о Аллах, каюсь тебе. И твердо намерься так не делать. Вот чего точно не надо делать, это спрашивать, допустим, у парня. Мол, а у тебя до меня еще кто-нибудь был? Просто здесь как? Вот серьезно говорю. Если тебе нужна девушка, которая вообще ни с кем до тебя не была, ни с кем до тебя не спала, то сразу об этом прямо говори. Не надо сначала жениться, а потом начинать. Если реально тебе девственница нужна, то скажи ее махраму, отцу или брату, что, мол, мне девственница нужна. Или через сестру, через кого уж там получится. Донесите это до женщины. Если тебе вот реально прям это надо, то до брака скажи, чем человеку жизнь портить. Как определить, что человек праведный? У праведности много уровней. Давайте говорить прямо. Носить бороду, той или иной длины, хиджаб носить, это один уровень. Если пятикратный намаз еще, это другой уровень. Знания получать, ходить к шейхам на уроки, изучать религию, это другой уровень. Эго свое приструнить, это уже другой уровень. У праведности уровней много. И здесь уже надо смотреть, на каком уровне ты и она. Не поверхностно? Мол, если хиджаб носит, значит праведно. Честно говоря, некоторые сестры носят хиджаб, но он у них откидной. Вот так. Смотря кто перед ней. Если папа рядом, надену. Перед друзьями, сниму. И вот братья некоторые носят бороду, но часто за этой бородой скрывается большой шайтан. Прямо здесь. Некоторые братья носят бороду, но характер отвратительный. Надо оценивать человека полностью. По его образу жизни, поступкам. Праведность нельзя оценить по паре моментов. Некоторые читают намаз. Вы же слышали такое. Пять раз в день намаз читает, и ребенка в мечети увидит сразу «Ущигул». Домой такой человек приходит и хочет, чтобы идеально все было. Чтоб горячий ужин его там ждал. Все дела. Жену убьет чуть что. Есть такие люди. Ислам – это не только пять намазов. Себя надо исправлять, нрав свой. Вот высший уровень праведности. Аллах говорит в Коране. Самые почитаемые среди вас перед Аллахом – это самые богобоязненные. Те, кто боится Аллаха больше остальных. Кто помнит об Аллахе больше остальных. Кто думает об Аллахе. Вот эти высшую степень перед Аллахом занимают. Скажите молитву, с которой к Аллаху обращаться, чтоб он сердце на Исламе укрепил. Вот это дуа. Посланник Аллахе это говорил, в том числе в земном поклоне. О, Тот, Который укрепляет сердца. Укрепи мое сердце на твоей религии. Мое сердце на Исламе. Аллахумма – вместе. Аллахумма – я мусаббитал кулуб, саббит колби аля диник. Еще раз. Аллахумма – я мусаббитал кулуб, саббит колби аля диник. Некоторые на арабском не могут. Можно на родном языке. О, укрепляющие сердца, укрепи мое сердце на твоей религии. Приведите доказательства, что нужно носить хиджаб. Что делать, если муж не хочет, чтоб я укрывалась? Бывает такое. Иной раз люди живут в браке, потом один из них начинает соблюдать ислам. На самом деле, сочувствую сестрам и братьям тоже. Иной раз жены исламу противятся. Вот я вам так скажу. Смотрите, бывает, брат в мечети жалуется, дескать, вот, так и так, вот такой-то брат, то, се, намаз не читает и так далее, еще что-то не так делает. Я ему говорю, брат, погоди, ты когда молиться начал? Альхамдуллях, 10 лет назад. Да? Вот 12 лет назад. Если б тебе сказали, вот, ты намаз не читаешь, че б ты сказал? Не понравилось бы мне. Вот именно. И он в таком же положении. Если б тебе 15 лет назад не понравился такой подход к тебе, так у него сейчас сердце, как у тебя тогда. Снисходительным будь. Вот на тебя что повлияло? Какие слова? Люди постепенно соблюдать начинают. Кто-то резко, кто-то постепенно. Когда человек соблюдать начинает, есть два способа оказывать ему в этом поддержку. Что бы дальше соблюдал? Первый – это кноут. Заставлять. А второй – это милосердие и любовь. Если у человека в душе нет любви к исламу, он не будет его соблюдать максимально искренне, тщательно. Вот вообще, как достучаться до сердца человека? Рассказывайте хадисы. Читайте высказывания посланника Аллаха. Сборник сады праведных. Читайте с семьей минут по 5-10. Просто скажи, минут 5 почитаем, и все. Читайте. Читайте вместе. Не больше 10 минут. Почитали и все. Закрыли книгу, пошли. Польза будет. Вот такие книги, как «Сады праведных», в которых пример благого нрава. Если читать с семьей, это даст плоды. Если брат или сестра сильно далеко от ислама, то через друга, подругу, донесите им. Другим путем. Может, позовете его с собой куда-нибудь. Просто вдвоем куда-то пойти, где спокойно. Поговорите о будущей жизни. Знаете, когда люди меняются? Когда всерьез задумываются о могиле. Что ждет там? Всерьез задумываются о судном дне. Всерьез задумываются о том, что будет с ними в следующей жизни. Когда глубоко об этом думаешь, это меняет. Но не надо заставлять людей. Снисходительным будьте, и много молитесь за них. Много дуа читай. О Аллах, пожалуйста, О Аллах. Просто скажите Аллаху все как есть. Вот так и так, этот человек в ад идет. Веди его прямым путем. К местному имаму сходите. Может, он что подскажет. На религиозные уроки, может, пойдете. Или на лекцию сходите с мужем или с женой, чтобы укрепить ее или его веру. Отвлекитесь. От работы, от всего. Религии время посвятите. Если муж не соблюдает, может, познакомите его с мусульманами, хорошими, через подруг, сестер. Может, намаз начнет читать, чтобы основы ему заложили. Тахарат научится брать, вообще религию будет изучать, начнет всерьез воспринимать. Может, есть мусульмане-знакомые, которые предметно занимаются призывом немусульман к исламу, если девушка не соблюдает. Опять же, заставлять не надо. Путей много есть. Наставляйте ее через мусульманок, на лекции возите. Наставляйте через тех, с кем она хорошо общается. Из соблюдающих. С любовью говорите, с заботой. В этом много добра будет. Не заставляйте. Мусульманин и мусульманка в людных местах могут встречаться и разговаривать, и по телефону говорить, если они общаются с целью жениться. Тайный брак – это харам, а то это распространено сейчас. Субханаллах. У тебя тайный брак, наверное. Смотрите, первонаперво, не надо ни с кем не переписываться, не разговаривать ни по телефону, ни по интернету, без присутствия махрама. Если родители очень плохо отнесутся к вашей женитьбе, если не хотят ничего слышать, она пакистанка, ты бенгалец, им это не нравится. Или вы оба пакистанцы, но ты из Пенджаба, а она с севера-запада, тоже не нравится. Или вы с одной местности, но не двоюродной. Как бы там ни было, если ситуация вот так обстоит, то есть никак их не уговорить, идите к вашему местному имаму. Найдите хорошего имама в своей местности, опишите ситуацию, все как есть расскажите, прямо с момента вашей встречи с женихом, невестой. Будьте открытыми и честными, попросите имама вам помочь, он должен вам посодействовать. Честно говоря, бывает, что имам может вам заключить тайный брак, но потом это может боком выйти. Иногда имам может поставить условие, что он вас поженит, но вы через определенное время должны будете объявить о вашем никахе. Это не временный брак, речь здесь вообще о другом. Много условий там. В общем, идите к вашему местному имаму, спрашивайте у него. Я была жената, но развелась. Нормально ли это будет, если я не буду замуж выходить? Обязана ли женщина быть замужней или дозволяется не выходить замуж одной жить? Если вы считаете, что если у вас нет влечения к мужчине настолько сильного, что если вы замуж не выйдете, то начнете грешить, тогда можете замуж не выходить, можете оставаться одна. Дело ваше, но если есть опасность того, что вы согрешите с чужим мужчиной, неважно где, в поездке или дома, лет через пять как одна поживете или раньше, если будет опасность согрешить, то лучше выйдите замуж за подходящего человека. Вот от этого ответ зависит. Как мне сказать родителям, что я хочу жениться? Скажите, я хочу жениться. Ну, как сказать, как сказать, от ситуации зависит. Родители, некоторые не любят, когда в лоб говоришь. Где-то принято, чтобы через кого-то, от культуры зависит. В некоторых культурах так не принято. Если скажешь, хочу жениться, пап, он тебе скажет, что за невоспитанность? Через другого кого-то, что ли, не мог сказать? То есть, зависит от культурных особенностей. Тут уже смотреть надо по ситуации. Вы здесь никаких подробностей не пишете, так что добавить нечего. Если хотите подробнее, уточните, дозволен ли просить развода, если муж заставляет жену жить с его родителями, которые мешают поклоняться Аллаху? Ну, смотрите, вообще развод не в руках женщины, он в руках мужчины. И мужья не обязаны давать вам развод по первому требованию. Это очень, очень, очень серьезный вопрос. Вот никогда, мужчины, к вам обращаясь, никогда, как бы вас не провоцировали, не произносите слово «развод». Вообще никогда. Если сомневаешься, если злой, просто иди к местному имаму, с ним поговори. Серьезно. Потому что последствия необдуманного развода очень, очень серьезные. Одно из них в том, что вы никогда не сможете жениться на ней снова до тех пор, пока она не выйдет замуж за другого, и пока он не даст ей развод, если сам захочет, тогда сможешь жениться. Но это, сами понимаете, серьезный момент. Кто-то говорит, ну я же в гневе был. Не важно, что ты был в гневе. Если произнес слово «развод», это значит «развод». Назад ты это слово уже никак взять не сможешь. Сказал, уже не отменишь. Так что иди поговори с имамом. Расскажи ему все, скажи так и так. Может он что посоветует тебе? Успокоит, посоветует что-нибудь такое дельное. Но если сестра находится в такой ситуации, что ей реально нужен развод, женщине надо попросить мужа о хулиа. Хулиа это когда женщина просит мужа дать ей возможность выкупить у него развод. Выкупить за какую-то материальную ценность. Там уже как они договорятся с ним. Если он скажет «Я тебя отпускаю», все. Вы больше не вместе. Но если сестре трудно, а муж не дает ей развода, она в плохих условиях, Аллаху поклоняться нормально не может. Это очень серьезно. Очень серьезно. Ей точно нужно пойти к имамам, попросить у них совета. В Лондоне здесь есть шариатский суд, в Дьюсбери тоже есть группа ученых, которые разбирают ситуации сестер, когда речь зашла о разводе. И для сестер, и для братьев. Вот в один из таких шариатских судов ей надо сходить. И в таком суде развод можно получить и без мужа. Если группа ученых постановит, что эта сестра разведена с мужем, она автоматически получает развод. Вот только туда, если она сходит. Ассаляму алейкум. Алейкум ассалям. Если кто-то хочет жениться, но не знает, какой выбрать маршрут, что посоветуете? Выбираем пять. Да вас достало их благом. Так, маршрут, маршрут, ну какой выбрать? То есть, какой план действий, да? Ну как? Прочитай намаз из Тихара. Если уже есть кто-то, выясни его нрав. Не знаю, задавайте вопросы конкретнее, а то я ограничусь ответом про М5. Какое наказание за то, что я не девственница? За кого мне замуж выйти? Если вы потеряли девственность в то время, когда еще особо не соблюдали ислам, просто покайтесь. Сейчас же соблюдайте, просите Аллаха простить вам этот грех. А если соблюдали, все равно кайтесь. Все равно кайтесь. Кайтесь Аллаху. Наказывать вас некому, если бы вы жили в государстве на основе Корана и Сунны, могли бы попросить забросать вас камнями до смерти. Это если вы были замужем и совершили прелюбодеяние. Во времена пророка такое было. Одна женщина пришла к посланнику Аллаха и сказала, и кстати, мужчина один тоже приходил, о посланник Аллаха, я поступил неправильно. Забросайте меня камнями. Хочу смертную казнь. Вот это вера, субханаллах. Вот это иман. Прийти в мечеть пророка, прийти к пророку и перед сподвижниками сказать, я поступил неправильно. Забросайте меня до смерти. Это далеко не слабая вера, это очень сильный иман. И в другом случае женщина пришла. А мужчина, когда к пророку пришел и это сказал, посланник Аллаха отвернулся и спрашивает у своих сподвижников. У него все нормально с головой, он понимает, что говорит? Они говорят, да. Человек обошел, пророка снова говорит, я поступил неправильно. Это в Сахихе Бухаре хадис. Пророк Мухаммед снова отвернулся от него. Спрашивает, он в себе, он понимает, что он говорит? Да, говорят, он нормальный. Человек снова обошел посланника Аллаха снова говорит, посланник Аллаха, я поступил неправильно, забросайте меня. Хочу смертной казни. И посланник Аллаха на третий или четвертый раз не стал отворачиваться. Сказал выкопать яму, поместить человека в нее и забросать его. Субханаллах, это непросто. Вот так вот сидеть закопанным в землю, когда люди в тебя бросают камнями, пока не умрешь. Это очень непросто. И, кстати, человек выбрался и начал убегать, но его поймали и завершили наказание. И женщина с этим же приходила, и пророк сказал, она, кстати, была беременная, и посланник Аллаха сказал, когда родишь, тогда приходи. Она к нему вернулась. Он сказал, теперь выкармливай ребенка, и когда ребенок будет есть сам, своими руками, тогда приходи. Она ушла, года через два где-то приходит, говорит, вот он сам ест. При нем дала ему еду, ребенок взял и съел, и пророк назначил наказание. Субханалла, вот это иман, вот это вера, вот это иман. И смотрите, как с ней вышло. Ее завязали, ее же собственной одеждой, наподобие смирительной рубашки, и забросали камнями. И кровь брызнула на Умара, сына Хаттаба, довольство Аллаха ему. И он ее обругал, типа падшая женщина. Пророк сказал ему, это ты не знаешь. Эта женщина принесла такое покаяние. Если его разделить среди 50 жителей Медины, ее покаяния хватило бы на всех. На всех одного покаяния. Вот такое покаяние. Но тогда было государство, сейчас его нет. Поэтому просто покайтесь. Просто покайтесь Аллаху. Не зацикливайтесь. Не нужно постоянно об этом думать. Покайтесь Аллаху и все. Как побудить мужа читать намаз? Мое уважение к нему снижается, потому что он не молится. Так, ваш муж не читает намаз, но я уже говорил, надо человека мягко наставлять. Не надо делать из него отбивную котлету. Не нужно его четвертовать. Вежливо объясняйте ему. Вы же наверное тоже когда-то намаз не читали. Хадисы ему рассказывайте, только быстро. просто говорите. А ты знаешь, что посланник Аллаха сказал, что если не молишься, будет то-то, то-то и то-то. По-быстрому скажи и уйди, чтобы он не успел тебя перебить. Пророк сказал, если он скажет, зачем ты мне это говоришь, просто уйди. Оставь ему мысль. вот хадис субханала хадис это очень влиятельная вещь, очень большой эффект дает. Если иман есть, если вера есть, и слышишь хадис или аят, вера вибрирует, реагирует на это. Вот если я возьму телефон и позвоню на ваш телефон, что с ним будет? Зазвонит. Ты можешь не ответить, но он зазвонит. Человек может не примет сразу, но здесь читай ему хадисы и старайся разговаривать. Я уже много способов упомянул, но не нужно относиться к нему неуважительно. Если будешь так делать, он так и не начнет. Намаз читайте. Аллах говорит оттолкни зло тем, что лучше. Чтобы избавиться от зла, оттолкни его добром. Чем-то что лучше этого. Это всегда работает, всегда. Люди ужасно со мной поступали, но я в ответ делал добро, просил за них прощения. Они знали, что я прав, но я извинялся и молился за них. И эти люди менялись на глазах. Думали, он же ничего плохого не сделал, да еще и мне помогает теперь, прощение за меня просит, молится Аллаху за меня, да еще и помогает мне. Сердце тает у людей. Какая б жесткая ни была ситуация, тает. Читайте дуазы своего мужа, или за жену, смотря у кого какая ситуация. Но нельзя относиться неуважительно, а если будете, отношения разрушатся, не будет он тебя слушать, не будет хотеть тебя слушать. Я не хочу, чтобы мой муж был ниже меня ростом. Ладно, хорошо. Сколько ты ростом, сестра? Два метра? Надеюсь, не два метра. Если у меня вот такой запрос, это неправильно по исламу? Да нет. У посланника Аллаха была очень высокая жена. Сауда. Жена пророка Сауда была выше него. Она высокая была. Ночью, когда видели, что пророк идет, допустим, с парой своих жен, Сауду сразу было видно. Высокая она была. Худая и высокая. Нет ничего такого. Подбирать мужа по желаемым параметрам. Просто бывают особенности культуры, иной раз с ними так тяжело бороться. Или пусть муж ходит на высокой подошве, а ты ходи на низкой. Тоже выход. Не высокие каблуки, а просто подошва высокая. И твой муж в итоге будет повыше. Просто если будешь проявлять излишнюю разборчивость, можешь протянуть время, и в итоге тебе будет главное, чтобы у него были две руки, две ноги. Так что аккуратнее. Вы сказали, что мужчина и женщина должны узнать друг друга до брака. А когда уже впоследствии в браке, они друг о друге узнают слишком много, что им делать тогда? Им же наверное будет скучно друг с другом. Скучно тебе не будет. Не переживай. А вообще до брака, даже если ты много о человеке знаешь, но ты знаешь, что он хороший. Женись, не бойся, скучно не будет. Если тебе нравится человек, женись, или замуж выходи. Вам будет хорошо вместе, иншаллах. Мне сделали предложение, но мне трудно его принять. Психологический барьер, потому что до этого у меня уже были отношения. Знаю, что это харам, но мне теперь трудно впустить в жизнь другого мужчину. Я не знаю, чего ожидать, каким он будет. Можете попробовать призвать к исламу того, с кем были отношения. В людных местах объяснять ему ислам. Может поженитесь. А то, что вы не знаете, чего ожидать от мужчины, вам просто нужно узнать человека. Но не нужно воздерживаться от замужества. Надо жениться, чтобы твоя страсть не привела к греху. Посланник Аллаха сказал, брак помогает опускать взор и помогает оберегать половые органы. Нам всем это нужно. Это наша природа. Нужно страсть удовлетворять. И делать это нужно в браке. Брак это крепость. Это ваша крепость. В ней и берегите себя. Иначе, если вы будете незамужней, шайтан долго ждать себя не заставит. Можете начать грешить и оказаться в огне. Что мне делать, если мне сделал предложение человек, с тот, с кем мы раньше были в отношениях, не очень соблюдает ислам. Я вам скажу, если не очень соблюдает и не собирается нормально соблюдать, причем это надо будет доказать многими месяцами соблюдения. Не надо на слово верить. Да, да, я буду соблюдать все как положено, только выйди за меня. Этому не верьте. Если продолжительное время соблюдает, если точно будет серьезно соблюдать, это одно дело, но я советую выйти за соблюдающего, который больше слушается Аллаха и его посланника. Лучше выйти за него, чем за того, кто меньше слушается Аллаха и его посланника. Вот такой мой совет вам. Вопрос, где и как найти жену? Много где найти можно. Например, поговорить с людьми в мечети. Отличное место. Поговорить с братьями в мечети. Может у них родственницы. Может кто че подскажет. Бывают базы данных невест. Анкету заполняешь там. В мечетях иногда такое есть. Может у друзей поспрашиваешь. Или в качестве крайнего средства можешь поискать по интернету. Я знаю тех, у кого получалось там найти. Но опять же, нужно чтобы ее махром видел переписку. Или созвоны ваши слышал. Смотрите, я повторюсь, когда я говорю по интернету, это не значит просто втихаря переписываться. Надо чтобы отец ее или другой махром видел, что ты пишешь. Чтоб он видел переписку, например, по имейлу или на сайтах знакомств. Это как крайнее средство. Можете там попробовать, но осторожнее, чтобы не нарушать шариатский этикет. Потому что шайтан будет третьим из вас двоих в случае, если переписка будет тайной. Я в спальне стараюсь, а мой в смысле вы обои там клеите, что ли? Стараюсь в спальне. Что за старания это такие? Лампочку поменять. Лампочку поменять, точно. Если вы кое о чем другом, тогда понятно. Ну походу ленивый муж у вас. Ему бы у пророка поучиться. Посланник Аллаха начинал первым. Он со своими женами заигрывал. Сначала прикасался руками. Потом уже дальше. Это мы знаем из сунны пророка. В чем преимущество женить бы? Да воздаст Аллах благом. Но я уже говорил, защищать себя от прелюбодеяния. Но и помимо этого есть польза в вечной жизни. В последней жизни. Вы с мужем или женой можете друг другу помогать зарабатывать себе награду. Каким образом? Аллах наградит вас за заботу друг о друге. В браке вообще за все награда. В Сахихе Аль Бухари приводится, что посланник Аллаха сказал даже если ты возьмешь кусочек еды и положишь в рот жене. Аллах наградит тебя даже за то, что будешь шутить с женой. Даже за это Аллах наградит. Также награда будет беременным. Пророк сказал за вынашивание ребенка, за сами роды, за определенные моменты ей полагается награда как награда того, кто сражается на пути Аллаха. Вот кто на пути Аллаха сражается, ей такая же награда. Субханаллах, сподвижники посланника Аллаха сказали ему, мол, вот богатым людям получается достанется больше всего награды от Аллаха. В чем-то мы равны. Мы молимся, они молятся, мы постимся, они постятся, но они много денег могут давать, как милостыню, а мы-то бедные. Как нам их обогнать? И знаете, что пророк сказал? Он сказал, что Аллах каждому дал много путей давать милостыню. Каких? Посланник Аллаха сказал, скажите, Субханаллах, это милостыня. Слова Аль-Хамду-Лиллях, Ла-Илляха-Илля-Ллах, Аллаху-Акбар, это милостыня. Даже говорит, если вы спите с женой, это милостыня. У посланника Аллаха, как это? Мы спим с женами, и за это нам награда? Пророк сказал, разве не видите, если мужчина спит с женщиной незаконно вне брака, что ему записывается грех. Да, говорят. Ну вот, говорит, а если мужчина спит в браке с женой, ему за это награда. Причисто Аллах, с женой спишь? Награда. Жену разбудил на Тахаджуд, это хадис Абудавуда. Посланник Аллаха сказал, Аллах смилуется над человеком, который будет с женой на Тахаджуд, или когда жена мужа будет на Тахаджуд. Если он не просыпается, если она водой побрызгает на него, ради его же блага, чтобы в вечной жизни награду получил, не ведро воды, а просто побрызгать водой, чтобы проснулся. Посланник Аллаха сказал, Аллах смилуется над таким человеком. И какая еще польза, после брака остаются дети, а ведь дети ваши, причисто Аллах. Посланник Аллаха сказал, когда ты будешь в могиле, ничто не принесет тебе пользы, кроме трех вещей, и одна из них это молитва твоего праведного ребенка за тебя. А от кого он? От жены твоей. Так что воспитывайте с женой ребенка в праведности, тогда он будет вашим вкладом в вечную жизнь, молиться за вас будет. На том свете это понадобится. Если мне сделал предложение брат, который следует другому фикху, следует ли мне отклонить его предложение? Да не сказать, смотрите, одно другому не мешает, но если вы непримиримы, будете спорить, конфликтовать, тогда, конечно, за него выходить не надо. Например, есть люди, которые в фикхе, в исламском праве не терпят разногласий. Твой имам сказал это харам, мой имам сказал это халяль. Непримиримые. По одному ученому, если до жены дотронулся, все, тахарат потерял. По другому ученому нет. Не всегда люди ужиться могут. Помню пару, одну, когда жена злилась на мужа, она до него дотрагивалась, чтобы тахарат испортить, потому что она шефиитка, а он ханафит. В общем, надо выяснить заранее. Если ужиться сможете, то нормально, если нет, тогда не надо. Как покаяться за прелюбодеяние? Просто скажите Аллаху, о Аллах, прости меня. Искренне от души, о Аллах, я никогда больше так не буду. О Аллах, я так больше никогда не буду. Прости меня. О Аллах, я сожалею, что так сделал. Вот условия покаяния. Сожаление, просьба о прощении и твердое намерение так не делать. Если есть это в сердце и просишь прощения, ты покаялся. Имам Науи это говорил. Да воздаст Аллах благом. Время Азана, да? Да воздаст вам Аллах благом и вся хвала Аллаху Господу миров. Пречистый, о Аллах, я восхваляю тебя. Свидетельствуем, что нет Бога, кроме тебя. У тебя просим прощения и тебе каемся. Братья, сестры, всем спасибо, кто пришел. Пусть Всевышний Аллах примет это собрание как благое дело и внушит нам соблюдать лучшее и сказанного мной. Если я ошибся, пусть Аллах простит меня и пусть Аллах простит все наши грехи и ошибки. Субтитры создавал DimaTorzok